Сейчас речь пойдет о языке как инструменте в коммуникации. Тема моего доклада основана на книге Максима Крангауза «Русский язык на грани нервного срыва». И, собственно, эта тема касается каждого, потому что все мы так или иначе общаемся на языке. И сейчас я бы хотела представить вам свой анализ состояния современного русского языка. Вначале было слово. Так начинается, собственно, мой доклад. Я обратилась к этой библейской цитате, потому что независимо от нашего отношения к религии, Библия является самым древним письменным источником текста. Слово. Что, собственно, значит слово как слово? Слово. Существует очень много трактовок в Библии, в том числе это является достаточно... Библия является самым противоречимым текстом для толкования. И, соответственно, существует множество трактовок. Что же такое, собственно, слово? Например, Кирилл и Мефодий определяют слово как логос. Лев Николаевич Толстой определяют слово как разумение жизни. Ну и я позволила себе заметить, что слово, скорее всего, использовалось в значении концепта. То есть слово — это идея, которая выражает понятие. Я бы хотела подчеркнуть, что в настоящем докладе пойдет речь о речи, простите за коломбур, и о языке. Эти две системы необходимо очень четко разделять. Язык... Ну, все филологи разделяют эти системы. Язык — это система знаков, существующие независимо от человека. То есть это набор свод грамматических правил, который... Человек, к которому не имеет какого-либо отношения. Речь, напротив, — это индивидуально. Это то, что творит человек, то, что порождается и человеком, и языком. То есть это некий такой синкретичный продукт. Далее, что касается состояния современного русского языка. Ну, все мы заметили, что происходит. Русский язык, на первый взгляд, упрощается. Используется огромное количество заимствований, оправданных или неоправданных. Мы поговорим об этом подробнее чуть позже. И существует такая теория, как маятниковые изменения в грамматике. Что это значит? Это значит, что грамматика русского языка, вообще грамматика любого языка, она движется от сложного к простому и наоборот. Таким образом, язык достигает в своем развитии какого-либо максимума, и после этого язык начинает упрощаться. Наоборот, когда язык достигает какого-то максимума в своей простоте, он начинает усложняться. Причин, по которым языки упрощаются или усложняются, несколько. Самое очевидное, что приходит на ум, это более развитому языку, более богатому языку, соответствует более богатая духовная культура, высокая духовность, богатый развитый язык. Однако это не так. Причин существует несколько. То есть, конечно, мы не можем отрицать какие-то геополитические причины, это контакт языка с другими языками, но существуют совершенно свои какие-то особые правила, по которым развиваются языки. И в настоящий момент русский язык движется по упрощению. Изменяется, упрощается система склонений, упрощается система спряжения. И что касается, например, новых слов, то в русском языке все новые, практически все, 90% новых слов — это заимствование. Если, когда мы говорим об изменениях в грамматике, об упрощениях, мы всегда должны иметь в виду, что речь идет о достаточно большом периоде времени. То есть, с точки зрения жизни человека, конечно, мы не заметим каких-то особых изменений, особых девиаций, но, тем не менее, если мы рассмотрим язык на протяжении нескольких столетий, то мы заметим достаточно серьезные отношения. Например, откроем книгу Александра Сергеевича Пушкина и найдем такие строки. «Не пой, красавица, примнеты, песен Грузии печальной, напоминают мне оне, другую жизнь и берег дальний». Ну, современному читателю не совсем может быть понятно, русскому, да, прежде всего носителю языка, что такое оне. Оне — это местоимение множественного числа женского рода. То есть, мы можем сделать вывод о том, что некогда в русском языке существовало местоимение, которое заменяло множественное число женского рода. Сейчас этого местоимения, как мы с вами знаем, нет. Существует также упрощение системы склонения. Например, у Марины Цветаевой мы находим такую цитату. Без соли делается цинга, без сахару — тоска. Без сахара — родительный падеж. Сейчас, как мы с вами знаем, форма родительного падежа совсем другая — без сахара. Изменения касаются родительного падежа прежде всего в отрицании. Например, можно привести другой пример. Если несколько десятков лет назад нормой была следующая фраза, «я не читал этой книги», то сейчас, скорее всего, современный носитель языка скажет «я не читал эту книгу». То есть, падеж и форма совершенно другая. То же самое происходит, упрощение происходит в системе имени прилагательного. Например, как мы знаем, в русском языке степени сравнения могут образовываться двумя способами. Короче, кратчайший, более короткий, самые короткие. И, как показывает статистика, более короткие и самые короткие являются способами, более употребительными в современном языке. Числительные также вызывают определенную проблему. 200 — двустами или двумястами? Кто скажет, как правильно? Двумястами. Двумястами, конечно. Что теперь мы поговорим об образовании новых слов. Книга «Русский язык на грани нервного срыва» прежде всего посвящена анализу лексического состава и современного русского языка и образованию новых слов. Что же происходит с современным языком? Ну, кто вот так на скидку может сразу назвать какое-то современное русское слово, которое было образовано средствами русского языка? Себяшка. Простите? Себяшка. Себяшка. Что это? Селклик. Интересно. Еще? Образовач. Образовач. Ну, да, но, как мы видим, это все-таки неформальные слова, да, сленговые, и можно сказать. И, в принципе, к сожалению, их не так много в русском языке. То есть, скорее, мы будем использовать какие-то, гораздо больше, к сожалению, или к счастью, мы используем заимствования. Заимствования могут переходить в двух формах. Они могут переходить, собственно, в форме пальки, да, когда слово существует в той же форме, переходит в язык в той же форме из языка оригинала, да, то есть, например, предыдущий оратор использовал слово «стейтмент», да, почему нет? Можно использовать его также в русском языке. Но, однако, «стейтмент», «стейтмент», наверное, это слово все-таки слоняется. Ну, все помнят эту веселую картинку, да, на масленице в нашей семье всегда было принято пить чизкейки и маффины, а бабушка готовила традиционные масленичные смуси. Сейчас мы поговорим, почему в нашем русском языке, в богатом, да, в самом богатом языке стало так много заимствованных иностранных слов, когда, в принципе, наш язык способен образовывать слова самостоятельно. Некогда вообще, почему вообще появляются новые слова? Потому что появляются новые понятия, и эти понятия приходят к нам из других языков, да, но если мы обратимся к русскому языку, например, там, лет, так, 50-70 назад, то мы вспомним, что появлялось новое понятие, например, «небоскрёб», да, и оно переводилось средствами нашего же языка, да, «скайскрепа», «небоскрёб». Что касается сегодняшнего дня, да, мы с вами видим, но некоторые слова достаточно успешно существуют в русском языке путём приобретания… Прежде всего, в русском языке существует на настоящий день самый продуктивный способ ассимиляции новых слов – это суффикс «ай», да, как вы сказали, «себяшка», да, суффикс «яшка», «мёрдовость», «препритабельный», да, но это такая чистая калька с английского языка, очень популярен в английском языке суффикс «able», да, который обозначает способность предмета, способность производить некое действие над предметом, да, там, например, «писable», «photocopiable» и так далее. Приобретабельный, читабельный, в принципе, не такой характерный, коммуникабельный, да, коммуникабельный, сейчас мы уже смотрим на это слово, в принципе, заимствованное достаточно спокойно, да, но, тем не менее, приобретабельный и читабельный выглядят как-то странно. Ещё более странно выглядят такие, на мой личный взгляд, прилагательные, как «чиповый», да, от английского слова «чип». Как это ни странно, встречается в современном русском языке, да, опять же, в разговорной речи. Интересный случай представляет глагол «гуглить», но здесь надо отдать должное, что этот глагол, да, «гугл», в такой же форме он, в принципе, существует и во многих других европейских языках. Теперь, возвращаясь, продолжая тему причин употребления заимствований, остановимся, рассмотрим эти причины более подробно, да. Ну, как я уже сказала, новое слово возникает тогда, когда возникает новое понятие, новый предмет, да, iPhone, iPad, Twitter, в принципе, ну, наверное, не имеет большого смысла переводить эти предметы, да, эти слова, которые обозначают особый предмет. Стоит привести пример с языком эскимоса, да, ну, все мы знаем, что у них существует около ста названий снега, у них существует около тысячи двухсот наименований оленя, в зависимости от его пола, от расы, от формы рогов, да, то есть в языке отражаются те понятия, которые этому языку необходимы. Далее, появляется новый вид предмета, да, сейчас кекс для нас, это не просто кекс, это может быть и маффины, и капки, и брауни, и еще много чего. Брюки для нас это не просто брюки, да, это могут быть и джинсы, и слаксы, и чиносы, и так далее. Почему так происходит? Если мы вспомним советские времена, в советское время происходило обратное, обратное явление, да, когда так называемые буржуазные названия переименовали в обычные названия, да, то есть, как вы видите, консоме, поклевка, щи, суп, да, все это стало бульоном или супом. Ну, щи так и остались, оставили свое название. То есть, язык — это социальное явление, и язык, с одной стороны, язык — это социальное явление, да, с другой стороны, язык — это индивидуальное явление. И язык всегда отражает состояние общества. Если в Советском Союзе была задача стереть какие-то социальные границы, да, убрать оттенки буржуазности, стереть оттенок буржуазности с языка, то в настоящее время, ну, не то чтобы мы вновь стремимся к буржуазии, да, но мы чувствуем необходимость разделять понятия, да, еду, одежду, моду, профессии и так далее. Ну, дальше пойдет речь как раз о профессии. Третья причина употребления заимствованной — это социальное, да, то есть, ну, как я уже сказала. Почему столько названий и профессий приходят к нам из иностранных языков? Опять же, самый очевидный ответ на этот вопрос — новая профессия, новое название. Например, вент-менеджер. Ну, не было в России несколько десятков лет назад вент-менеджерах. Да, и самое простое — это взять слово причем. Что интересно, многие из этих слов, так как вы видите, они прямо, часть слова пишется, так и остается на английском языке, да, например, call — центр, да, call мы пишем английскими буквами, центр мы пишем русскими буквами. Почему, опять же, почему нельзя написать ивент русскими буквами? Потому что возникает проблема, как писать. Слово риэлтор или слово кривейтор, которое поднимает в теме Максим Крангаус, существует очень много вариантов, да, как мы можем написать. Мы можем написать риэлтор, мы можем написать риэлтор, риэлтор, да, и риэлтор через е. Самый простой вариант — взять и написать это по-английски. Всем будет понятно. Далее, следующая причина, по которой мы выбираем иностранное слово, предпочитаем иностранному, русскому слову иностранное, это потому, что, ну, якобы иностранное слово включает в себя больше каких-то понятий, аспектов, да, например, HR — это уже не подравит, ни в коем случае, да, у HR гораздо больше функций, чем у обычного подравита. То же самое происходит с, например, манекенщицей, да, модель — это не манекенщица, да, потому что манекенщица — это девушка, или молодой девушка, да, это манекенщик, человек, который демонстрирует, просто демонстрирует одежду, преимущественно рабочую одежду. Модель — это человек, который создает образ, да, то есть, видите, уже совершенно другая коннотация, другая идея. Ну, по поводу манекенщицы могу добавить еще следующее. В русском языке вот эти вот суффиксы женского рода преимущественно, да, там, докторша, манекенщица, продавщица, они придают такой немного стилистически сниженный оценок, оттенок речи, да, например, продавщица, да, продавец — человек, который выполняет свою работу качественно, да, продавщица, но уже как-то звучит немного пренебрежительно, да, то есть все дело на самом деле очень много зависит от благозвучности. Как это звучит, да, и есть такое понятие «просто не звучит», поэтому мы выбрасываем это слово из языка, да. Опять же стоит отметить женский род профессии в русском языке, да, как вы можете заметить, то названия в русском языке так и продолжают существовать в мужском роде, да. Я лично думаю, что это происходит не столько из-за каких-то феминистических причин, да, сколько из-за средств своеобразования русского языка, да, но если мы возьмем, к примеру, французский язык, то что мы делаем? Мы просто приписываем на конце еще одну букву, да, которая символизирует женский род, и все счастливы. В английском языке мы занимаем «man» на «person», да, «chairman» превращается в «chairperson», «policeman» превращается в «policeperson», и снова все счастливы, да, нейтральный показатель рода. Что делать с русским языком и с богатством окончаний, никто до сих пор не знает. Что делать с филологом? Превратить филолога в филологию? Это как-то, ну, странно, да, наверное, будет звучать, хотя, в принципе, почему нет? Учитель, учительница, да, ну, какая-то, опять же, разникает какая-то не совсем правильная, может быть, ассоциация, может быть, лично у меня, как у носителя языка, да, но... Как у носительницы языка, да, именно. Научный руководитель, научная руководительница. Я предпочитаю, чтобы меня называли преподавателем, даже не преподавательницей. Это еще стоит упомянуть о том, что некоторое время назад, несколько столетий назад, да, доктор, докторша, да, докторша обозначала открыть не специалиста женского рода, а жену доктора, да, как, например, поп, попадья. Видимо, в этом и проблема, что женщина не воспринимается как специалист, и это вот как раз проблема феминистическая, потому что мы, как носители, воспринимаем женщину не как субъект, а как объект, и поэтому вот эти цунфиксы и окончания, они кажутся нам уничижающими. Вот это и есть сексизм, и это феминистическая проблема. Отчасти, потому что, например, в чешском это будет училка. Ну, незамечательно. Они добавили как в профессии, и все чудесное, никто не парится. А у нас, а вот уже это генерал, а генераль, а не человек самостоятельный. Я позволю себе вам возразить, потому что в русском языке слишком богатые средства словообразования. В одном случае это будет учительница, в другом это будет филологиня, декан это будет деканша или декантесса. Нет какого-то определенного поэтесса по аналогии. То есть слишком много возникает вариантов. Все-таки языку требуется что-то более простое, что будет какое-то правило, которое будет работать, но если не во всех случаях, но в 90% случаев. Поэтому мы, конечно, можем долго спорить, что это какая-то проблема, чисто лингвистическая или чисто феминистическая. Моя задача здесь просто провести такой, представить анализ текущего состояния языка. Почему, опять же, возвращаясь к огромному количеству заимствований в русском языке, стоит сказать о том, что, конечно, всегда большое влияние оказывает международный язык. Сейчас английский международный язык, поэтому такое огромное количество заимствований в нашем с вами языке. Но, опять же, пугаться и хвататься за голову, говорить о том, что русский язык деградирует, не стоит. Стоит вспомнить примеры из прошлого. Например, если вы читали книгу Эртони Бёрджиса «Заводной апельсин», которая была написана в советское время, когда было сильно советское влияние, вы увидите, что очень много слов было заимствовано из русского языка. «Джукс», «Тарова», «Россодакс». То есть просто слова были взяты, основа была взята из русского языка и прикреплено оттончание, флексия из английского языка. Но сам Бёрджис говорит о том, что никакого политического подтекста не было в выборе этих слов. Но, тем не менее, так это или иначе, так это или нет, мы с вами видим, что, поскольку было сильно влияние Советского Союза, выбор был сделан в пользу русского языка. Если мы пойдем, будем копать еще книжи, вспомним те времена, когда французский язык был международным языком, и вспомним Ивана Николаевича Толстого, какое количество слов и фраз и писем было написано на французском, мы с вами убедимся в том, что заимствование слов из международного языка это, в принципе, явление достаточно привычное. Причем хочу заметить, что если вы помните «Войну и мир» и Анну Каренину, то вся переписка там была написана на французском. И в то время эта переписка не переводилась. Сейчас нам под сноской пишут перевод. В то время считалось, что если вы достаточно образованы для того, чтобы читать Толстого, значит, вы должны знать французский язык. Еще одна фраза, где даже не просто по-французски, русскими буквами немецкая фраза из Ивана Николаевича. «Фюрст Щербатский замгемален он доктор». «Граф Щербатский с женой и дочерью». Как мы видим, это свидетельствует... Фраза использована для показателя классовости. В русском языке есть все эти слова, «Граф» и «Жена» и «Дочь». И мы можем сказать, что заимствование это с точки зрения логики языка достаточно неоправданное. Но, тем не менее, заимствование оправданное с точки зрения стилистики, с точки зрения демонстрации принадлежности к определенному классу. Любите русский язык. Читайте на русском языке и пишите на русском языке. У меня все. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.